Темпы в этом году снижать не планируют. 450 миллионов рублей в 23-м выделено на расселение барнаульцев из аварийного жилья. И это только по муниципальной программе, ведь есть еще региональная. Общий объем финансирования в 850 миллионов. Кстати, кому-то удается вселиться и в совершенно новые дома. К примеру, на Беляево, 14. И хотя строители не слишком охотно реализуют программы по переселению из аварийного жилья, такие эксперименты удачны, уверены в мэрии. Конечно, опыт положительный. Мы бы с удовольствием и были бы рады, если бы у нас в рамках 44-го федерального закона строительные организации принимали активное участие и предлагали нам в новостройках такие жилые помещения. Будем продолжать работу. Жители аварийных домов интересуют, будет ли меняться сумма компенсации за их жилье в случае, если приходится арендовать съемное. К слову, сейчас за однушку, по словам руководителя комитета ЖКХ, компенсируют 12 300 рублей, 14 300 за двушку и 18 300 за трехкомнатную квартиру. Мы мониторим регулярно рынок, поэтому если стоимость аренды будет как по однокомнатной, по двухкомнатной, так и по трехкомнатной меняться, соответственно, мы будем с инициативой выходить к депутатам на предмет внесения соответствующих изменений. Но на сегодняшний день тот, кто желает найти для себя жилье не в аварийном доме, пока пользуется и данными суммами. На вопрос, планируют ли улучшать ваневренный фонд, который частенько жителей не устраивает, руководитель комитета ЖКХ ответил, что безусловно, такой фонд – это не всегда благоустроенное жилье. Но, по его словам, до въезда жильцов там всегда делают ремонт, и оно точно безопасно. Пока не попали в жилое помещение, не увидели его, наверное, не совсем корректно говорить на предмет того, что данные помещения находятся в крайне недовольтворительном состоянии и жить в них нельзя. Говоря о планах на 2023 год, Денис Рощепкин отметил, что уже с начала года на расселение из аварийного жилья из бюджета города выделено 56 миллионов рублей. И задача властей – как можно скорее переселить барнаульцев из ветхого жилья. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.